Коллеги, приветствую! Быстренький видео-ответ на вопрос из комментариев. Снимал тут вот сейчас видео про новый вариант спонсорства на канале и понял, что пока все настроено, дай-ка я отвечу человеку. Вот Сергей Грэхом спрашивает. Иногда нужно нарезать пару ведер овощей. Нормально. Зелень измельчить. Через пару часов под указательным пальцем мозоль появляется. Что я делаю неправильно? Какой нож лучше для нарезки овощей крупными кубиками и соломкой? Значит, Сергей, у поваров эта мозоль здесь уже такая отработанная у многих. Да, значит, быстро покажу, что на это влияет и как минимизировать эту штуку. Когда человек нарезает один огурец в день, ему любой нож пойдет. Да, вот когда доходит дело до пары ведер, тогда да, тогда очень важно, каким ножом мы работаем. Вот здесь все достаточно просто. Я вот попытался найти у себя такие ножи. Значит, первое, что нужно. Вот представьте, у вас овощ и нож тупой. Нож должен быть острый, чтобы вы с минимальным усилием его разрезали. Вот, если вам приходится пилить, вы прикладывайте усилия. Опять же, рука устает, и вот эта вот нагрузка на палец, она есть. И если это один апельсин, да, а если это вот, как вы говорите, пару ведер овощей, все, начинается. Это первое. Значит, потом, если это пару ведер овощей, обязательно камень или у вас нож мусат, обязательно не забывать всегда править нож в процессе резки. Потому что там, если это овощи, ну, я не знаю, килограмм нарезали, подправьте. Это первое, то есть острый нож обязательно. Это просто многократно, не знаю, на порядок улучшает вашу работу. Вот. И вот здесь, вот здесь же, да, появляется мозоль. От чего? От того, что палец у вас лежит на лезвии. Если мы посмотрим на лезвие, это просто железяка достаточно острая, грубая. И вот мы же интуитивно, ну, те, кто более-менее хотя бы, хоть чуть-чуть правильно держат нож в руках, они всегда стараются лезвие держать пальцами. Так у нас есть контроль лезвия, так мы не режемся. Никто вот так нож не держит же, правда? И вы же тоже не держите. Вы обычно вот палец вот здесь вот. Вот. И вот у меня все ручки нормальные. Вот видите, у меня палец вот здесь. И сколько бы я ни резал, он вот об эту железяку не натруживается, не натирается. То есть, обратите внимание, возможно, у вас нож с неправильной ручкой, с, как это, не энергоплохой, в общем, неудобной ручкой. То же самое здесь. Вот у меня пальцы чуть-чуть сюда вот заходят, и он не трется, не трется. И я только опущу, он у меня нарежет продукт. Вот здесь уже сложнее. Сейчас. Уже этот нож мне приходится брать, вот ручка сделана так, она удобная, все. Но его приходится брать дальше, палец заводить дальше, и он попадает вот на ребро этой железяки. И если я им нарежу два ведра огурцов, то тоже у меня вот здесь будет на пальце определенная усталость. И вот совсем дурацкий. Кстати, это Тосковский. Ручка сделана так, что как бы я его не взял, я пальцы прям на лезвие должен ставить, и прям я чувствую, как упирается вот сюда, вот палец мой. То есть, если я буду им долго работать, тоже это не годится. Поэтому эргономичный хват у ножа должен быть, это в магазине еще надо понимать, и обязательно острый. И очень важно, значит, нож всегда должен быть либо такой же, либо больше, чем ваш продукт. Вот, понимаете, вот этот кабачок нарезать кубиком очень просто мне. Да, я поставил шабарк, и все. Я сразу кабачок разрезал пополам. Вот. Даже вот этим ножом уже будет неудобно. Потому что я так и сделаю, мне бы выучить резать там и так далее. Что уже говорить о ножичке вот эти вот, которые там, да? Ну что ж, Сергей, надеюсь, удалось ответить на ваш вопрос, смог, так сказать, внести ясности. Может быть, вы узнали чего-то, чего не знали, и станет гораздо проще нарезать. А вообще, пользуясь случаем рекламная пауза, становитесь спонсорами канала. У спонсоров канала есть отдельный телеграм-чат, с которым мы можем пообщаться вот просто так, там, голосовыми сообщениями, или еще чем-то очень быстро, минуя вот эти вот все вопросы и ответы в комментариях. Всем категорического здоровья и отличного настроения, друзья. Пока.